Фиксики 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 Большой-большой секрет Фиксики Подушка безопасности Опасенней! Успеем! Эй, поехали! Я супергонщик! Крак! Это не факт Опять рискуем Супергонщикам всегда везет На везение рассчитывать глупо Лучше подумай о безопасности Кстати, сегодня профессор Чудаков как раз испытывает подушку безопасности А что это? Игр, объясни Всякий, кто едет в машине, должен пристогиваться ремнем При резком торможении ремень удерживает человека Однако бывают случаи, когда даже ремни не помогают Например, когда машина во что-то врезается на полном ходу Тогда водителя или пассажира может спасти подушка безопасности В сложенном виде такую подушку не видно Она спрятана Но в случае столкновения подушка очень быстро надувается И человек упирается в нее вместо того, чтобы вылететь в окно Начинаем Как всегда, самые опасные испытания профессор Чудаков проводит на себе А если подушка не надуется? Надуется Три, два, один Заметили, как быстро раскрывается подушка? Да А почему? Там есть вещество, которое в момент удара сгорает и превращается в газ Он и наполняет подушку Я правильно объяснил, коллега? А-а-а-а Где же этот рычаг-то? Ему надо помочь! Стойте! Лучше вызовем подмогу! Профессор, вам помочь? А-а-а-а Рычаг! Спасибо, Лизонька Дальше я сам справлюсь Хе-хе-хе Сам справлюсь Профессор, а как вы в таком положении кнопку нажали? Э-э-э Так я в полете дотянулся Невероятный человек Когда ребенок едет в машине Он должен быть пристегнут ремнем И сидеть в специальном детском кресле Но еще более осторожным нужно быть Когда катаешься на велосипеде, скейте, роликах или самокате Во-первых, держись подальше от дорог, по которым ездят машины Во-вторых, надевай защиту На руки, ноги, перчатки, наколенники На голову шлем Тогда даже если упадешь, останешься цел В-третьих, старайся быть заметным Вечером на твоем велосипеде и на одежде Обязательно должны быть светоотражатели Они сверкают в свете фар и предупреждают водителей машин Будь осторожен на дороге Ну что, попробуем еще раз Может, Лизоньку сразу вызвать? Успеется Поехали! Дедус, вызывай подмогу Не надо! Я сделал так, что теперь подушка не только надувается, но и сдувается сама Гениально! Как говорится... Третьих! На сегодня все Ура! По домам! Где мой фикси-борд? Держи фаер свой фикси-борд Я в него подушку безопасности поставил Мне? Зачем? Я же супергонщик! Ехаю! Потому и поставил Супергонщику подушка не нужна! А никогда и не во что! Ого! 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 Ух ты! Классная подушка! Оригинальная конструкция! Это я сам изобрел! А фай распытал! Профессор, а нам вы такие подушки поставите? Поставлю всем завтра! А пока что? Соблюдаем безопасность! А кто такие фиксики? Большой-большой секрет! А кто такие фиксики? Большой-большой секрет! Чтобы настоящим стать профессионалом Фиксик должен много знать И уметь немало У фиксиков и школы И университет А кто такие фиксики? Большой-большой секрет! А кто такие фиксики? Большой-большой секрет А кто такие фиксики? Большой-большой секрет Чтобы настоящим стать профессионалом Фиксик должен много знать и уметь немало У фиксиков есть школы и университет А кто такие фиксики? Большой-большой секрет А кто такие фиксики? Большой-большой секрет А кто такие фиксики? Большой-большой секрет Батарейки Ты мой лимончик! Выродишь большой и красивый! С горшком разговаривает Ой, мальчики Вам нравится? Что? Росточек Из него вырастет огромное дерево И на нем Среди зеленых листьев Появятся желтые лимоны Класс! Из этого лимоны? Ну да Он еще вырастет Вот только наберется энергии Откуда наберется? От солнца Ерунда! О! Батарейки лучше солнца! Батарейки? Я не думаю А зря! Знаешь, сколько в них энергии? Закопаем в горшок побольше батареек И твой лимон как начнет расти! А так можно? Конечно! А где взять батарейки? Да вон! У Дени Евгеньевича Тут целая коробка! Батарейки, батарейки Батарейки, батарейки Нам их надо на огромное количество Батарейки, батарейки Чтобы было у приборов электричество Батарейки, батарейки, батарейки Батарейки, батарейки Порядок! Через неделю уже лимоны пойдут! Первую батарейку сделали в Италии больше двухсот лет назад В солёную воду поместили два разных металла И от одного к другому по проводу потёк электрический ток Столько лет прошло, а принцип работы батарейки не изменился Сейчас батарейки и аккумуляторы можно встретить повсюду Совсем маленькие в наручных часах А от больших работают автомобили и даже корабли Новые батарейки и аккумуляторы производятся миллионами Но куда девать старые? Просто выбрасывать нельзя, ведь они отравляют землю и воду Лучше сдавать их в специальные пункты приёма Откуда их отвезут на завод и переработают Да-да, старые батарейки, попавшие в землю, могут погубить все растения на ней Именно поэтому профессор Чудаков собирает в этот ящик старые батарейки, а потом сдаёт их... А где они? Мой росточек! Что с ним будет? Что? Где батарейки? Они... они в горшке Зачем? Чтобы лимончик рос быстрее! От батареек? Да кто ж такое придумал? Он погибнет, если мы его не спасём! Земля отравлена! Росток нужно срочно пересадить! Куда? Туда! Там горшок с чистой землёй! За дело! Батарейки! Да! Батарейки! По размеру и по форме очень разные! Батарейки! 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 Не плачь, Куля! Выживет твое деревце! Станет большим-большим! И вырастут на нем лимоны! И апельсины! И арбузы! Но арбузы вряд ли! Этот эфир перегнул! Как и с батарейками! Все равно батарейки, это круто! На них все приборы работают! Вот именно! Приборы! Смотрите! Росток оживает! Оживает! Куля, скажи, ведь прелесть? Прелесть! А кто такие фиксики? Большой-большой секрет! А кто такие фиксики? Большой-большой секрет! Фиксик должен много знать И уметь немало У фиксиков и школы И университет А кто такие фиксики? Большой-большой секрет! А кто такие фиксики? Большой-большой секрет! А кто такие фиксики? Большой-большой секрет! Шшшшшш... А ничего нет изнутри Утюги, моторы Телефоны, МП3 Прочие приборы Без них часы не ходят Без них не светит свет А кто такие фиксики? Большой-большой секрет! А кто такие фиксики? Большой-большой секрет А кто такие фиксики Большой-большой секрет Инструкция Не идут Попробуй наоборот вставить А вы инструкцию читали? Инструкции? Это для отчаянников Без инструкции обойдемся Ну-ну Что ж такое? Ай! Моя батарейка! Инструкции дают нам полезные советы Инструкция к шкафу Советует как его правильно собрать Из инструкции к телевизору Можно узнать как настраиваются программы На коробке с кашей Написано как ее нужно варить А к лекарству прилагается инструкция В каких случаях и каким способом Его следует принимать Читайте инструкции И вы избежите многих неприятностей Нашел! Вот она! Вот тебе, Дим Димыч Ого! Новый стул Только его еще надо собрать Боюсь, сам ты не справишься Почему это? Еще как справлюсь Соберешь до обеда С меня мороженое Эскимо Два Сперва собери Дим Димыч, а можно я тоже буду стул собирать? Можно Сначала инструкцию почитайте Ну что, Симка, зануда Что я сто лет не видел? Заберем без твоей инструкции Дим Дим Димы Дим 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 Подписывайтесь на канал! Ну что, Дим Димыч, собрал? Мама говорит, обед готов Еще... еще две минуты Симка, помоги Сим! Скажи, что там в инструкции написано? А, про инструкцию вспомню Ладно, помогу Значит так Бери эту деталь и вон ту А ты, Мальк, таси винт Да не, не этот, подлиннее Первые табуреты и скамейки Появились еще в Древнем Египте Табурет фараона был особым, со спинкой Считается, что именно трон фараона Стал первым стулом Долгое время стул был предметом роскоши Богатые вельможи даже в гости ходили С собственными стульями И чем важнее был господин Тем выше была спинка его стула Только в девятнадцатом веке Стул пришел в каждый дом Каких только стульев не делают в наши дни И из дерева, и из пластика, и из металла И на ножках, и на колесиках И складные, и детские И еще всякие самые разные Ну, как бы люди сидели за столом без стульев Ух, кажется, успели Докручивай быстрее Нолик, нужен еще винт О, больше нет Ищи, давай Я уж все обыскал Дим, Димыч, я иду Нолик, выручай Как? Стань винтиком На минутку Ну, я связываю за на минутку Готово Собрал Ну, молодец Мам, я выиграл мороженое Представляешь, сам собрал стул Умница Вот, посиди Так, ты не вкрутил один винт Да я вкрутил Он просто, это... Что просто? Да вот же он Теперь не вывинтится А мороженое ты проспорил Ну что, мастер-ломастер Обедать? Да, и сейчас Где этот Нолик? Сбежал Предатель И вовсе нет Ты его просил побыть винтиком всего минутку Минутка прошла И где он теперь? Вон Изучает инструкцию к часам Слышь, Димыч Мы, оказывается, в часы не ту батарейку засовывали Тут нужна во какая Я же говорила Не хочешь быть чайником? Читай инструкции А кто такие фиксики? Большой-большой секрет А кто такие фиксики? Большой-большой секрет А кто такие фиксики? Чтобы настоящим стать профессионалом Фиксик должен много знать И уметь немало У фиксиков и школы И университет А кто такие фиксики? Большой-большой секрет А кто такие фиксики? Большой-большой секрет А кто такие фиксики? Большой-большой секрет Чтобы настоящим стать Профессионалом Фиксик должен много знать И уметь немало У фиксиков есть школы И университет А кто такие фиксики? Большой-большой секрет А кто такие фиксики? Большой-большой секрет А кто такие фиксики? Большой-большой секрет Шахматы Вот так Ай, двинем перску И мы двинем Дедушка, у нас катушка пропала Ну что ж, я вас поздравляю Профессор, вы ее не видели? Катушку не видели Мы играем в шахматы Вы любите настольные игры? Вот домино, например В него, конечно, играли все А знаете, откуда оно пришло? Домино придумали древние китайцы Они сделали игральные кости плоскими И украсили их рисунками А вот игра, похожая на шашки Но гораздо умнее Она называется нарды Нарды появились в Персии И оттуда распространились по всему миру Однако самой умной из настольных игр Считаются шахматы Их придумали в Индии Но теперь в шахматы играют во всех странах И взрослые, и дети, и даже компьютеры Это самый настоящий спорт Только главное в шахматах Не сила рук и ног А сила ума Да вот же она! Эй! Эй! Ты что делаешь? Это же наша катушка Отдайте, пожалуйста Она нам очень-очень нужна Нам тоже нужна? Она у нас вместо пропавшей пешки А пусть Нолик у вас пока пешкой поработает Я? Эх! Я лову! Ладно, забирайте А ты становись сюда Ну-ка, взяли! Класс! А что делать-то? Будешь играть за белых Сейчас мы вашего коня Скушаем А мы? А мы вашего собьем! Ну-ну-ну-ну, молодой человек Потише Вот так Нолик, встань на место Почему? Пешки так не ходят А как ходят? Только на одну клеточку И только вперед Пешка вообще самая слабая фигура Ой, а блин! А какая сильная! Ферзь! Это самая опасная фигура для короля Эх, жаль, что я не ферзь Я бы вашему королю! Угу-гу! В шахматах у каждого игрока своя армия Восемь пешек, два коня, два слона, две ладьи и ферзь Но главная фигура – это король Свои фигуры его защищают, а неприятельски атакуют Если на короля напали и в следующем ходу могут его съесть Это называется шах А если королю при этом еще и некуда бежать Это уже мат Кто поставил мат чужому королю, тот и выиграл Мы так Да! А мы вот так Ой! А мы вашего ферзя ням-ням Ага! Да? А мы вашего ням-ням Дедус, можно я? Рано Сдавайтесь, коллега От коллеги слышу Нолик, вперед! Ура! Подойдем Вперед! Нет, сейчас я съем коня! Не догонишь! Давай, пешка, еще вперед! Дед, дедус, а дальше куда? Тут край Никуда Теперь ты ферзь Что? Такое правило Пешка, которая нашла на край доски, становится ферзем Ура! Я ферзь! Я столкнулась, милей, педурой! Эй, ферзь, вернись Партия еще не закончилась Встань-ка сюда Шок! Шок! Да? Теперь сюда Вам мат, коллега Ну, конечно Ой, правда, мат Да, я проиграл Ура! Тудышь, тудышь, тудышь! Профессор, мы нашли вашу пешку! Можете Нолика отпустить! А я теперь не уйду! Шахматы моя любимая игра! Я только что день Евгеньичу Мат поставил! Правда? Ну, дедус мне помогал Хе-хе-хе Вернее, я помогал дедусу И стал ферзем! А кто такие фиксики? Большой-большой секрет 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 Большой-большой секрет А кто такие фиксики? Большой-большой секрет А вот кто такие фиксики? Большой-большой секрет! ЛАБОРАТОРИЯ Я буду на помощь! Вас вызывают в школу! Срочно! Что он сказал? Нас вызывают в школу! Зачем? Ты не слышала? Нет, а ты? Может, Симка двойку получила? Или Нолик что-то натворил! Ой, что-то сердце не на месте! Четыре, пять, красавица! В шесть, семь... Ой! Здрасьте! Здравствуй, Верта! А где дедус? Профессор Вроде был в химической зоне Химической? А скажи, Нолик не хулиганил сегодня? Нолик? Да он всегда хулиганит! Так... Значит, нас вызвали из-за Нолика! Может, с ним что-то случилось? Что? Все что угодно! Это ж не просто школа фиксиков! Это... ЛАБОРАТОРИЯ! В лаборатории профессора Чудакова Всегда кипит работа! В механической зоне Профессор создает и тестирует разные механизмы Например, испытывает на прочность В химической зоне он ставит опыты Проверяет качество продуктов питания В электрической Чинит электроприборы Проверяет их безопасность И везде неспокойно! У Дени Евгеньевича все бурлит и скрит И даже взрывается! Ты только заранее не волнуйся! Я уж не знаю, что и думать! Игрик, ты Нолика не видел? С ним ничего не случилось! Это лаборатория! Тут всякое может случиться! Что случиться? Ну вот, например А где? Пойдем скорее! Мася, без паники! Спуля, ты и хорошо, что вы тут! Нужна ваша помощь! Что произошло? Ах! Там! Деду! Что? Где? В механической зоне! Осинка и Нолик! Там! Остались! Ах, мои детки! Спокойно! Мася, моя жена! И мама наших детей! Синки и Нолика! А еще она красавица, добрая душа и прекрасная хозяйка! Мася очень ответственный и квалифицированный фиксик! В кухонной технике она разбирается даже лучше меня! Весь день Мася в работе! Чинит, моет, драет! Она обожает, когда повсюду чистота и порядок! Но главное для Мася это любимые дети, которых она всячески опекает и старается уберечь от неприятностей! Мася так сильно за них беспокоится, что порой воображает себе всякие нелепости! Хотя, Нолик зачастую влезает в такие опасные передряги, что даже Мася не может такое придумать! Нолик! Потерпи! Мы тебя спасем! Живой! Вы чего? Зачем меня спасать? А кого надо спасать? Симку! И меня не надо спасать! Что вы так разволновались? Все живы! Тогда зачем нас вызвали? Да тут у нас авария произошла! Нолик, ты устроил? Что вы! Нолик не виноват! Он, наоборот, помогал чинить! Папус, мы тут без тебя никак не могли деталь на место поставить! Эту! О, спасибо! Так вы нас только за этим вызывали? Ну да! Нам срочно нужна была ваша помощь! А фаер? А что фаер? Чуть что сразу фаер! Зачем же ты нас так напугал? По-моему, вы сами себя напугали! А кто такие фиксики? Большой-большой секрет! 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 У вас такие тени! А если так? Орел! А Симка, ослица! Скорее, ослица! Ох ты, так! Ну, получай! Ну, вы прям актеры! Актеры! В театре играют, а мы под кроватью! Ну, что? Мы тоже театр можем сделать! Театр теней! Класс! Дим Димыч, нужен большой лист бумаги! Театр теней нетрудно устроить самому! Сделай экран из простыни или большого листа бумаги! Потом в темноте подсвети экран настольной лампой! Между лампой и экраном ты можешь встать сам или вставить вырезанных из картона кукол! Твоя тень или тени кукол появится на экране! Только зрители должны сидеть с другой стороны экрана, чтобы им было интереснее смотреть представление! Тим Димыч, свет! Красота! Красота! Тимка, ты просто настоящая красная шапочка! Здравствуй, внученька! Бабушка, бабушка, а почему у тебя такие большие глаза? Это чтобы лучше тебя видеть! Молик, репетиция же идет! Волк смешно говорит! Бабушка, а почему у тебя такие большие зубы? Это чтобы скорее съесть тебя! Волк, сейчас я тебя обезврежу! Ха-ха! Ты меня! Этой спичкой! Эй, этого в сказке нет! В сказке охотник нормальный! А я какой? Сам посмотри! Маловато ты для охотника! Ну и играйте без меня! Эх, придется охотника из бумаги сделать Так, все, перерыв Пойду чай попью, а то наелся, бабушек Нолик, не переживай Волк большой, а я маленький А мы тебя увеличим Смотри, так, больше? Вроде да А так? Еще больше! Запомни, чем ближе ты к лампе, тем на экране ты больше Ура! Каких только театров нет на белом свете В драматическом театре актеры много и красиво говорят В оперном театре артисты не говорят, а поют под аккомпанемент оркестра А в театре балета никто не поет и не говорит Все на сцене только танцуют Есть такие театры, в которых выступают животные В театре зверей можно увидеть представление с участием Собака, кошек, коз и голубей Медведей и тюленей А вот в кукольном театре главные актеры куклы Правда, они не сами играют Ими все-таки руководят люди Театры бывают разные Но мой любимый Театр теней Он самый красивый и таинственный Бабушка, бабушка, а почему у тебя такие большие глаза? А это чтобы лучше тебя видеть Бабушка, бабушка, а почему у тебя такие большие зубы? А это чтобы скорее съесть тебя Ой, вы такие большиеuni Собака, бабушка Ох, вот какой Охотник? А где у тебя ружье? А зачем? Ты такой мелкий Вдруг промахнусь Я так Как так? С голыми руками! Мощный ход! Ура! Блин! Мне больше всех бабушка понравилась! А мне красная шапочка! А мне охотник! Он такой сильный! Такой смелый! А мне спецэффект! А кто такие фиксики? Большой-большой секрет! А кто такие фиксики? Большой-большой секрет!